что у нас здесь у нас подложка цветная с грунтовкой то есть мы в грунтовку добавили краску краситель и получили цветную грунтовку соотношение где-то литров сколько там было десять и где-то литра два краски и краситель и она получилась вот она тоже должна быть такая рядненькая видно немножко подложку а вот краска краску видно что она такая более глухая то есть мы получается убиваем куб зайцев мы грунтуем стену и уже даем ей определенный цвет то есть уже заказчик может например увидеть то помещение которого он хочет видеть цветным в цвете он уже может даже на грунтовке на первом слое грунтовочном увидеть насыщенность хочет темнее или светлее вот как увидел что она темнее все это котел вот свет светлого варианта вот этот вариант второй вариант что чем он хорош гунтовочный слой цветной что мы не перетягивали модельной массой еще не делали еще один слой как мы это делали раньше то есть мы уже по грунтовочному слою цветному уже ложим марракешек и вот эти островка они уже добавляют как декора даже в таком виде вот как сейчас можно его оставлять как самостоятельно некрасивное покрытие скрытие воротом защитным той же грунтовкой да и получим оригинальное марокканскую штукатурочку что еще по по самой технике сейчас ребята сделали первый слой накидали марракешек на что можно еще обратить внимание на примыкание все-таки все уголки вот если например есть вот такое такие просветы да вот вот они считаются исправлять что получить целостный рисунок не получилось так что когда мы будем здесь делать да здесь будет просвет он будет показаться как будто здесь машину щельбинка такая чтобы этого не было мы эти уголки целостно так же самое и проходим вот так где примыкали под багетом а если есть какие-то просветы мы тоже их выравниваем чтобы она была картинка цельной и по этой стенке если есть такая необходимость мы выравниваем тогда у нас получаем четкий уголок что они еще делали не взяли прошли еще вот они нанесли первый слой и прошли что шпатами вроде как такие заусенцы так выбирали вот и теперь они и возможность еще положить к там где есть но я вижу такую необходимость вот еще докладываю если как не соединен вот одна площадка другая площадка вот то есть это мы как называем дежурная или контрольная контрольный проход готовой фактурки и что мы дальше мы дальше грунтуем обычной грунтубкой и скрываем лазурь вот можно где там подойти вот это получает уже третий слой первый я уже говорил это грунтовочная краска грунтовка сюда добавим чтобы на сколько там на 10 литров может быть добавили литра 2 краски и подколировали получился первый слой то есть он как грунтовка и краска цветной и потом накидывали марракешек первый слой второй слой а это может подхожу третьим слоем так на что нужно отменить что с каждым слоем да я его очищаю сняли то есть как на короб щели и потом вы наносите уже вот например да вот сюда я положил бы да вот сюда вот положу вот там где вам особенно хочется положить это уже так сказать на ваше усмотрение вот там и и вот машина мы где-то не досмотрели ну еще и чем еще хорошее повторюсь что вот можно делать модельную массу вот мы сейчас мы делаем берем мордиловую шпаклевку старцевую куновскую кристалл и калируемыми универсальными красителями вот и можно например делать разных оттенков и разных тонов как ему нравится и тоже каждый слой тогда он получается еще более колоритный еще более объемный но можно даже не закладывать ну не уже лазурями не патинами не вскрывать и можно оставлять его в таком виде там скрылить там защитную тоже огонь тока можно вскрыть и она уже будет создавать водный барьер потом что там еще можно можно если опять таки вы умеете там работать с разбирать цвета можно делать разных цветов да там которые там цвета которые как я видел в интернете ребят или московские в питерске они делали многоцветную многоцветный маракешек тоже конечно любили проченько вот поэтому экспериментируйте да не стесняйтесь что тут еще показать на примыканиях когда примыкания то чтобы они не были вам вот иди сюда косятся вот я например варшута другой цвет то вот эти примыкания не должны все старайтесь их еще раз пройти чтобы как я называю это там сделать такого подправку чтобы не получилось все чтобы эти уголки были ровными чтобы здесь не получилось все такой ракушки именно на уголке потому что ощущение будет как будто щербага такой уголок вбитый ну и хорош маракешек можно реставрировать вот эту стенку мы делаем наверное бомбу на вода да поставили двери ну вот мы сейчас можем ее да реставрировать без болезни опять-таки грантовочная краска да первый слой здесь была накидали в модельной масле ну вот сейчас я ласточкой подрисовываю второй слой маракешек а потом еще подойдем еще оно чуть подсоснет не обязательно ждать следующее дня можно подойти через полчаса только уже к ней она уже будет особое внимание уделяем уголкам чтобы они тоже не было таких ракушек ну ну и так же само подплепился по сути да таки называемые паспорту для маракешек можно опять-таки использовать любую акриловую шпаклевку которая у вас есть в наличии да в магазинах у них нету однако кристаллы ничего страшного есть у вас другие акриловые шпаклевки вплоть до того что там готовые шпаклевки которые даже сухие в мешках они тоже годятся под вот потом можете их отколировать даже воду отколировали да и затворяете воду цветной ну вот цветная вода и затворяете вот эту сухую шпаклевку и тоже можете рисовать такой же маракеш вот и получать уже оригинальные фактуры оригинальные так сказать прикоры так что делайте с нами далее вот получается краска обмойный клей клей пола значит в соотношении да можно меня когда я говорю в соотношении значит ну я так помню 20 литров клея вот это на весь объем выкинули так 10 литров краски и где-то литров 5 клей пола то есть у нас получилось вот там тридцать тридцать пять литров патин покажу на этот объем у нас зато здесь порядка там 300 квадратов то есть получается вот патину положили потом потом ее вроде как семя и что у нас получается у нас получается патина попадает вот углубление верхушки она получается поджигает немножко раньше наносили получается такое время а вот здесь да она уже подсохла а здесь она получается практически уже вот здесь можно показать здесь она уже вот вот временами получается вот она чуть-чуть оттеняет да если там взять то есть она получается перепады это можно не покажем ну вот в этом буквально ну вот там и делали вот там сколовки ну сколовки потом получилось интересный фокус потом она подсохла мы ее чуть полирнули и она даже сейчас видно вот видно что она уже начинает как венеция блестеть верхушки железнятся и она уже получается как маракешек такой а а а а а а а делайте как а а а а